МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Джокер или шут – специальная карта в большой колоде. В игре она может заменить любую другую карту по желанию игрока. Не случайно Джокером называют типичного героя шпионских романов. Джокер умеет сливаться с толпой, втираться в доверие, приспосабливаться к любым условиям. Первое описание шпиона-двойника сделано в Китае более двух с половиной тысяч лет назад теоретиком военного искусства Сунцзы. Шпионы – сокровище для государя. Знания наперед нельзя получить от богов и демонов, нельзя получить и путем умозаключения, нельзя получить и путем всяких вычислений. Знания положения противника можно получить только от людей. В 90-е годы в Тольятти произошла встреча агента спецслужб одного из иностранных государств с контрразведчиками. Об этом наша история. В 90-е годы в России запомнятся надолго. Запомнятся прежде всего экономическими трудностями, о которых сейчас идут споры между политиками и учеными. Российские предприятия в условиях финансового голода не только старались выжить, но и найти формы интеграции в мировую экономику. В это время появилась одна из новых форм работы – совместное предприятие. Наши рынки манили в Россию предпринимателей разных мастей от авантюристов до серьезных партнеров. На одно из предприятий города прибыли представители крупной иностранной фирмы. Фирма эта поставляла на рынок аппаратуру гражданского назначения, но в том числе выпускала и военную продукцию для блока НАТО. Их аппаратура применялась в системах кодирования и управления военных машин. Руководство иностранной фирмы изучало возможность создания в России совместного предприятия. И, конечно, это касалось только выпуска бытовой электроники. Роль руководителя группы иностранных специалистов выполнял этнический русский по имени Александр. Он свободно владел русским языком, однако был недостаточно квалифицирован как инженер. Очевидно, он представлял себя неким сталкером, проводящим доверенную ему группу специалистов сквозь тяжелые российские дебри. Через несколько дней переговорного процесса и взаимного изучения наш гость начал проявлять себя по меньшей мере несколько странно. Какой шикарный морозный день, господин директор. Добрый день. Мои подопечные в панике. Их пугает русский мороз, русская зима. И мне вдомет, что в 1812 году мои предки разбили в пух и прах господина Наполеона благодаря генералу Морозу. А когда в 1917 году потомки этих героев вынуждены были покинуть родину, они не переставали любить Россию. И меня воспитали патриотом своей родины. Ну чем же я могу помочь вашим коллегам? Пусть одеваются теплее. Ну, сегодня пришло время, когда я готов помочь своей родине и лично вам. Я приехал с новыми идеями. Вас это удивит. И чем же вы меня хотите удивить? У меня есть полномочия. Я хочу вам предложить хорошую материальную помощь. Смотрите. Наша компания. Регистрирует за рубежом в банке счет. Вы, находясь в России, можете его контролировать. Но выберите только кодовое слово. Удобно, не правда ли? За что же такое благодеяние? Меня интересует кое-какие, какая информация коммерческого плана. Вам нужно только познакомить меня с ракетчиками из Самары. Ракетчик – это от слова ракетка. Вы хотите в теннис поиграть? Я хорошо знаю русский язык. Ракетчики – это те, кто строит ракеты. А в Самаре такие заводы есть. Это что же вы мне предлагаете? Выбрать псевдоним? Вступить в тайное отношение с вами? Ну, знаете ли, ваши руководители ни о чем таком меня не предупреждали. И я не хочу выглядеть в их глазах идиотом. Нет, мне это не подходит. Жаль. Но вы можете хотя бы познакомить меня официально с кем-нибудь из ракетостроителей? И снова нет. Вы прибыли в Россию для работы с нами. И я не хочу менять ваш график работы. И не имею права. А с самарскими заводами у нас нет никаких совместных задач. И снова жаль. Что ж, буду решать этот вопрос самостоятельно. Прощайте. Поведение его удивляло. Собеседник, после беседы с ним, сделал заявление в службу управления в городе Тольятти и передал звукозапись беседы. Анализ информации позволял сделать вывод о том, что иностранец намеренно пытается попасть в поле зрения органов государственной безопасности. Однако, кроме декларации намерений, дело пока не шло. Была у Александра в Тольятти и другая жизнь. Он любил находиться в центре внимания. Собирал шумные компании, кутил в ресторанах. Он был похож на Остапа Бендера или героя одесских рассказов Бабеля. При этом он очень гордился своим дворянским происхождением и этим постоянно пускал пыль в глаза. Ну, да кто сё там? Обманы были. Обманы были. Господа, нам нужно возрождать традиции. Другого пути нет. Потомки наших дворян, князья Аболенские, Белославские, тордились бы вами. Вы, вы будущее России. Знаете что? Надо создавать аристократический клуб. Да, вы спросите, откуда взять финансы? Так вот, господа, я сделаю всё, чтобы в этом деле поучаствовали зарубежные меценаты. Ура! Вот так вот. А вы как думали? Ну что ж, мне ваше предложение нравится. Но разработка и создание климатической установки для испытаний элементов ракет требует спонсирования. Знаете что? А вы покажите мне документацию. И если это интересно, я похлопочу. Я могу приехать к вам в Самару. Договорились? Ну давай. Вот так. Ваш проект спортивного клуба совершенно шикарный. Спорт – это аристократическое занятие, не так ли? Это необходимо для молодёжи. Я слышал, что рэкетом занимаются бывшие спортсмены, да? Вот уберечь молодёжь от криминала – это очень высокая цель. А теперь конфиденциально у меня к вам будет просьба. Мне нужно достать пистолет Макарова. Ну, вы понимаете, что в каждом дворянском доме есть коллекция оружия. У меня всё есть, кроме этого пистолета. Я заплачу валютой. Как? Договорились? Я вас услышал. совокупность полученной информации позволяла осуществить задержание александра прежде всего за попытку приобретения огнестрельного оружия за попытку дачи взятки должностному лицу за нарушение правил пребывания на территории россии проявление интереса особо режимным объектом города самары но его задержание могло привести к провокационным заявлениям в иностранной прессе инспирированная спецслужбами иностранных государств и поэтому надо было искать новую форму профилактического воздействия на иностранцев или в воздействии которое воспрепятствовало бы в дальнейшем осуществление им своих намерений складывающейся ситуации необходимо было информировать центр и получать определенные установки ответ центра помог организовать работу по иностранцу и была получена достаточно интересная информация оказывается иностранец являлся агентом зарубежных спецслужб и длительное время уже находился в этом статусе свою работу против советского союза он начал давно в одной из африканских стран где собирал информацию в отношении советского посольства позже в восьмидесятых годах он уже работая на территории советского союза собирал разведывательную информацию в отношении одного из режимных предприятий и тогда уже попал в поле зрения комитета государственной безопасности связь с сотрудниками спецслужбы он осуществлял либо по телефону либо выезжал за пределы нашей страны центр и руководство управления поддержала наше решение об оказании профилактического воздействия на иностранца с выходом с ним на контакт сотрудника контрразведки на первой встрече иностранец повелся я достаточно активно его не смущало то что он был приглашен на беседу с сотрудником российской спецслужбы создавалось впечатление что он ждал этой беседы и был готов к ней свой рассказ о пребывании в тольятти он начал с перечисления тех трудностей которые его преследовали при этом он не забыл напомнить и сказать о своих дворянских корнях у вас героическая внешность опасная работа именно таким я вас и представлял и рад что не ошибся фильме про разведчиков вы были бы положительным героем благодарю вас но к делу вокруг меня происходят какие-то странные события один из российских специалистов вымогал у меня взятку другой с позволения сказать изобретатель из самары предложил мне за деньги чертежи в области ракетостроения а когда уж мне предложили купить боевой пистолет за валюту я решил пойти это возмутительно если вы расскажете об этом поподробнее мы примем меры благодарю вас знаете я патриот россии так был воспитан и ради россии я готов рисковать жизнью и у меня есть к вам предложение это мой первый вклад я готов привести вам новейшие разработки нашей фирмы военной техники сейчас нет ничего важнее чем добрососедские отношения между вашей фирмой российским предприятием я полностью с вами согласен вы знаете моя мечта прожить остаток жизни в москве в своем родовом доме вы знаете он еще до сих пор сохранился так вот у меня есть очень интересные разработки устройства блокирующие работу электронных аппаратов поставляемых нашей фирмой для военной техники не надо провозить эту документацию наша страна не готовится к войне нас больше интересуют дружественные экономические связи между нашими странами как же приятно говорить с умным человеком но вы не торопитесь подумайте в следующий приезд у меня будет очень интересное предложение вы не пожалеете представьте что кто-то предложил вам чертежи скрипки страдивари изделие это очень известно но изготовить его аналог чрезвычайно трудное дело в домашних условиях это практически невозможно к такому выводу пришли сотрудники управления после консультации со специалистами о приборе которым нас хотел порадовать джокер иностранец пытался убедить нас в своей полезности льстец и неважно артист он искал чем заинтересовать нас то что он стремился стать агентом двойником не оставляло сомнений похоже он мог использоваться спецслужбы как джокер превращаясь в каждом конкретном случае в нужного персонажа жертву провокации это если он выступал в роли добропорядочного бизнесмена которого задержали органы государственной безопасности или героя и патриота ставшего жертвой госбезопасности завербованного для сбора секретной информации по оборонному потенциалу иностранного государства наши предположения подтвердились когда в свой следующий приезд джокер предложил фактически завербовать его замену просил пролоббировать заключение контракта предприятия с его фирмой когда и в этом ему было отказано он предложил собирать разведывательную информацию об обстановке в посольстве своей страны в москве я говорю вам я не боюсь зависимости от россии просто мне нужно чтобы вы помогли мне ускорить заключение контракта а я а я готов выполнять все ваши задания я представитель государственной организации которые не имеют права нарушать работу коммерческих структур вопросах внешнеэкономического развития но ведь это открывает большие возможности просто помогите мне выборе предприятия которое будет работать с нами а я могу докладывать вам о том что происходит в посольстве у меня большие связи я знаком с послом с начальником почти всех отделов у меня например есть информация об интрижке жены посла с одним русским поверьте это может закончиться большими неприятностями для посла господин александр несмотря на все наши взаимоотношения мы не имеем права нарушать установленный порядок эту задачу вам предстоит решить самостоятельно благодарю вас действия джокера однозначно расценивались как провокация она могла быть использована для компрометации внешнеэкономических отношений с иностранными фирмами в новых условиях александр навязывал себя российским контрразведчиком он спешил добиться успеха предлагая весь арсенал своих мнимых возможностей это суета стремление заинтересовать собой лишний раз убеждала в том что он иностранный агент стремившийся стать двойным агентом по решению центра и руководство управления джокер должен был быть изолирован от группы иностранных специалистов и скомпрометирован перед руководством своей фирмы тем более что основание для его профилактики хватало с избытком после того как руководству предприятия поступила информация о провале джокером переговорного процесса и о попытках проведения противоправной деятельности на фирму от руководства предприятия ушло письмо где говорилось о том что джокер фактически завел переговоры в тупик незамедлительно иностранец был отозван и как выяснилось несколько позже уволен с работы популярная городская газета поместила на своих полосах статью о случившемся и это рассматривалось нами как профилактическое мероприятие в отношении тех кто стремился к неофициальным контактам с иностранцами прибывшие в тольятти на переговоры зарубежные специалисты никак не комментировали произошедшее а после отъезда джокера новый руководитель группы начал активно и плодотворно работать с российскими специалистами была еще одна встреча с иностранцем в москве это был совершенно другой человек дворянство из него выветрилась его интересовали вопросы коммерции и он представлял интересы торговых иностранных фирм в москве наши встречи прервались вы конечно уже знаете что меня уволили из фирмы все это месть вместе этого заводчанина который вымогал у меня взятку представляете он сказал что это я вы у него вымогал взятку конечно это наглая ложь но мне пришлось уволиться из фирмы вопросах коррупции у нас непреклонно ну что ж жалею что вы попали в подобные неприятности но но я еще могу быть полезным сейчас я возглавляю фирму в россии самая модная обувь и мне нужна защита понимаете как говорят у вас в россии будьте моей крышей сейчас в бизнесе столько проходимцев я боюсь что меня просто обманут господин александр вынужден вас огорчить мы не можем помочь в организации вашего частного бизнеса что же разведчика из меня не получилось придется переквалифицироваться управдомы так закончилась доведенная до абсурда история с двойным агентом джокера говорят от его услуг отказались даже торговые фирмы и он стал работать преподавателем в детском приюте а памятью о той несостоявшейся провокации служат успешные совместные предприятия и долгосрочные контракты зарубежными фирмами а ведь мудрый полководец сунь цзы предупреждал не обладая тонкостью и проницательностью не сможешь добиться от шпиона действительный результат тонкость тонкость и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова